Все эти цели министр финансов объявил, что выделяется 16,5 миллиардов тенге, это порядка 40 миллион долларов. Вот представьте себе, что 5 июня сжигаются эти 40 миллионов долларов или 16,5 миллиардов тенге. Почему сжигаются? Это акции на один день. Но это же не только эти деньги сжигаются, сейчас государственные органы работают, они будут пропагандировать, печатать, тратить бумаги, проводить совещания, все государственные каналы будут рассказывать об успехах Токаева. Вы же понимаете, что люди вместо того, чтобы заниматься полезным делом, государственные чиновники, государственные органы будут заниматься полной ерундой, тратить гигантские деньги. И те деньги, которые сейчас выделены, помимо 16,5 миллиардов тенге на работу государственных органов, они не пойдут на полезное дело, на обслуживание интересов народа, а пойдут на вот это фуфло, называемое Конституцией. Вместо того, чтобы этой ерундой тратить на эту ерунду, можно было бы просто потратить эти ресурсы на обеспечение квартирами, современными в столице, трех тысяч человек. Если считать, что средняя стоимость квартиры, между прочим, строительство имеется в виду, в столице, в Алма-Ате, в Астане, порядка 700-800 долларов, здесь, если все это поделить, получится так. Вы понимаете, это не безобидная вещь, когда вы спрашиваете, почему мы плохо живем, а мы плохо живем, потому что наше государство в лице ее управленцев просто сжигает ресурсы в никуда. Это я вам привожу пример только разовый. Я же вам говорю, что государственная машина работает в холостую, и фактически за месяц, считайте, квартир сжигается просто так, минимум на 10 тысяч человек. А у нас миллионы нуждающихся. Понимаете, да? Что происходит? И это происходит именно потому, что эти люди, они не представляют наши интересы, мы их не выбираем. Они захватили власть, они богатые, потому что власть им дает деньги. А власть им дает деньги, потому что их никто не контролирует, не хватает за руку. Мы этих людей не выбираем. Ни премьер-министра, ни министров, ни депутатов, ни президента. Они сами себя назначают, потому что они расставили Центральную избирательную комиссию своих людей. Учителям и другим они платят за счет государственного бюджета деньги, они участвуют в фальсификации, а мы молчим. Вот почему, собственно, мы плохо живем. Вывод очень простой. Не занимаешься политикой, не удивляешься, что плохо живешь.